МОГИЛЬОВСКИЙ ОБЛАСНЫЙ ШПИТАЛЬ Дни Могилевской области у Ленинградской в области России проходят на этом тыдне. Делегацию нашего региона изначалил в старшине областного выконавшего комитета Анатолий Саченко. Делегация Могилющины сустрелась с губернатором Ленинградской в области Александром Дрозденко. Баки подписали погоднение партнерским супрационницам по межадминистрации Лужского района Ленинградской области и Бобруйским городским выканавшим комитетам. А кроме того, был подписан договор по межадминистрации Прыозерского района и Могилевским районным выканавшим комитетам. Як отзначил старшиня Могилевского Абл-Ваконкама Анатолий Саченко, за 2021 год товарооборот Ленинградской и Могилевской областей повеличился на 20%. И скла около 5 миллиардов российских рублев. И это свечит прозначный потенциал парозных на прамках супрационництва. Ветеранов Виолика и члены войны, яке знаходзица в Могилевском шпитале, с днем перемоги повеншивали процедавники Могилевского Абл-Ваконкама, Абл-Савета и громадских объединаний. А медицинской установе уручили сертификаты для развития материально-техничной базы. Происходит передача как информационная, коммуникационная, так же это символы воспитания молодежи. Это те люди, которые говорят о том ужасе, который они пережили. А подчас молодое поколение, которое сейчас внемлет эти слова, даже не верит, что такое могло произойти. Я им желаю долголетия и быть патриотами своей страны. Послушными, внимательными, работоспособными, без всяких таких посторонних занятий. Чтоб они были честными, труженьками нашей страны. После наведывания ветеранов в областном шпитале делегация усклала к ветке до памятного знака «Ахвяр» нацистской политики, на яких проводили вопыты отручевания газом. Первая масштабная акция знищения хворых людей на территории Советского Союза. Тут загинули больше за тысячу человек. Докладная личба и пассионная невядомая. У Могилевской области распочались мероприемства с нагоды Дня Великой Перамоги и веншивания головных героев ветеранов Великой Ачины Войны. Так, в Ленинском районе Могилева теперь проживает 47 ветеранов у Тымлику и Деонис Михайлович Корольков. Здравствуйте, Деонис Михайлович. Здравствуйте. С теплыми словами подзяки, веншиваниями и подарунками до Деониса Михайловича залетала старшиня Могилевского областного совета депутатов Ирина Раинчик. Великая Айчинная война 13-годового Хлопчука застала на окупованной территории у Кировском районе. У той момент он жив с батьками. На фронт пайшов у 46-го, устралковый полк. 17 лет было, меня уже взяли, накормили, напоили и в вагон посадили. Так что эта армия меня спасла. Я уже потом училище закончил, институт закончил, уже самостоятельно. Сирот великой колькости медалёв самый каштовный для Деониса Михайловича медаль за перемогу. И веншивание с перемогой самое важное у его жизни. До этих веншиваниях долучаются улады, прославники громадских объединений, предприемства и наученцы роздых установ адукации. Со стороны всех ветвей власти мы поддерживаем наших ветеранов, понимая, что с каждым годом их становится меньше. Посещая ветеранов лично, общаясь с ними, ты узнаёшь семейную историю. Ты узнаёшь те воинские лихолетия, ту историю, которая на сегодняшний день важна для каждого из нас, для каждой семьи. Потому что в нашей стране ни одна семья была задета крылом Великой Отечественной войны. Память об военном лихолетии живая. 9 мая Могилёв долучится до республиканской акции «Беларусь памятая», как узгадать у всех, кто наближал к перемогу. Кожный из нас может принести на шесте парад портрет своего героичного протка. Еон стартует у 10 годин ранницы, сплошь Шеленина. Сергей Пеклин, Дзянис Жабина, Новины региона. Память об великим подвигу священна. Мероприемство присвячено великим датам пройдя 7 мая в СГАИ. Каля помнека бойцам батальона милиции у капитана Владимирова пройдя митинг реквием. Почнется церемония у 14.00 за складание квета. Кульминацией свято станет концерт реквием с военной исторической реконструкцией и акцией с 5 гимн разом. Гостей запрашают за всей республики. Пераможцы у областного этапа конкурса «Дитячая малюнка» нам мир завешан на Берахчы ушановали сегодня у Могилёве. На церемонию знагороджения приехали дети из разных кутков Могилёвщины. Авторам лепших малюнка уручили грошовые премии и дипломы. Пераможцы выбрали у некольких номинациях. «Рисовать я люблю. Сюжет мы нашли в интернете. Рисовали по видео уроку. Получалось всё очень красиво. Мой прадедушка тоже. Нарисовала своего прадедушку. Он прошёл всю войну. Получил три тяжёлых ранения. Мне учитель показал по телефону, как нарисовать. Я дешевле в этом конкурсе участвовать». Конкурс «Дитячая малюнка» нам мир завешан на Берахчы традиционно проводить республиканская ветеранская организация. Малюнки, які отримали высшейшую отзнаку жюри на областном этапе, будуть представлены на заключном республиканском этапе конкурсу. «Эта тема находит потом отражение в тех печатных изданиях, которые мы публикуем, составляем вместе с воспоминаниями ветеранов. Главная значимость этого конкурса – то, что ребята проникаются душой и сердцем этой многострадальной темой и понимают цену мира». Кристина Кранкевич, Татьяна Беловосова, Юрий Ауласцов. Новины региона. «Одинадцать дён» – областный молодёжный патриотичный проект «Дорогами памяти и славы» проходит на Могилёвшине. Школьники, студенты, працовная молодь, члены БРСМ, представники пошукового отрада, эксперты краизнавчика музею – за этот час наведали больше за 15 районов в області. Учать веру маршруте – Глузский и Бабруський районы. 15 легковых автомобилей у прихожаной державной символикой завитали у Глузский район. По традиции урачистая сустрыча и открытё тематичные выставы. После чего удельники проекта усклали к ветке до помнёку на Аллее славы. Потом у Глузским историка, которая знавча в музее, пройшла дискуссийная пляцовка «Сила у Адинстви». И завершился автопробег на Глузшине працовным десантам, каля свята Бога Явленского храма посадили парк памяти и славы. У другой полови дня удельники проекту наведали Бабруський район. В Беларуси в 15-й раз организована акция «Тыдень лесу». В сёле та гэтая кампания присвечена Году гисторичной памяти. У Быховским районі Мясовый депутатский корпус вырошу унести свой уклад у створения зелёного фонду. И разом с представниками громадских объединений допомогли лесництву посадить лес. На гэтым участку площадь у 1 гектар была вырубка лесу. Тяпер яго треба одновить. Лесгаса забеспечили волонтеров и посадочным материалом, и инвентаром. Помощь эта нам очень нужна. Сроки короткие. Весна у нас затяжная. И мы должны успеть это мероприятие произвести. Также занимаемся как посадкой лесных культур, так и дополнением лесных культур. С такого однолетнего саженца через 15 лет вырастают вот только такие сосны. Поэтому это длительный процесс. Необходимо постоянно обновлять лесной фонд наш. Посадка леса – это ручная работа тому допомога сбоку разных организаций за усёды до речи. Привлекаем к этому ещё детей. Выезжаем и проводим эти мероприятия ежегодно. И в течение учебного года мы с детьми это проделываем. Очень приятно осознавать, что депутаты не просто так оставят след именно на территории Вареновского лесничества, которое через 60-80 лет даст древесину. Может, кто-то детскую кроватку построит, дом построит. И это благодаря нам тоже, в том числе. По словах экологу, озеленение не только поляпшая якость поветра, а лея смягчая наступство изменения климата. Так что массовые посадки дороть планете життё. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболёв, Новины региона. У субботу 7 мая традиционную прямую телефонную линию с насельництвом проведет керауник с правами облаканкама Миколай Дятку. У гэтый день с 9 до 12 годин ему можно будет задать хвалюющее питание. Нумер телефона для совести в Могилёве – 50 18 69. 80 тысяч квяток упрыгожат вселета территорию Беларуской Державной Сельско, Господарчей Академии у горках. Их теперь выросшують у теплицах ботаничного саду. В данный момент здесь высажено более 30 видов однолетних растений. В количестве где-то около 80 тысяч штук. Рассада одногодовых квяток – это важная частка подрыхтовки усяго городского академгородка дать теплого сезону. Летними и квятковыми клумбами тут генерация усе – студенты, выкладчики и супрационники ботаничного саду. Начнем высаживать где-то с середины мая, потому что, чтобы не было и заморозков первых, потому что растения боятся этого всего. Ну, и там дальше эта работа пойдет. Всю летней весной маленькие квятки крыху покутают от недохопу солнца. Однако весна и дедана с шпаркими темпами. И это бачно по тем, як квятнеет. У этой теплицы хатние рослиные квятки для букетов. Нават экзотичная фейхоа упрыгожилася своими незвычайными квятками. На данном этапе у нас цветут амарилисы, цветут калы, цветут розы. И все здесь цветет. У фондовой оранжереи ботаничного саду тропики и только два десятки видов плодовых рослинов. Летесь мы надзирали за саспеванием банана. А что селета? На сегодняшний день у нас экзот – это кокосовая пальма или кокос. Также плодоносит ананас трехцветный. Ананас сам за себя и говорит, имеет три цвета – белый, зеленый и красный. Это впервые? Это впервые за 12 лет. Родима трехколерового ананаса – паудневая Бразилия. А тут у городской оранжереи якраз таки климат. Так что отчувая себе ананас – добра. И про скольки часу яго разлишваюць пакаштовать тия дома йон. Карликовый ананас уже саспел, але йон саправды таки маленьки, что шкада есть. Увогулі у теплой велиготной оранжереи шмат зеленого задовольнения. Однако и вонковая территория городского ботаничного сада прочинаецца от зимовой спячки. И справа тут не только у першацветах и крокусах. У садзе живуть больше за полсотни видов пелчих птушек. Кристина Кранкевич, Илона Иванова, Юрий Ауласцу, Новин Региона. Не звычайный пешаход у центра Могилёва другий день запар гуляет лось. По словах могилевчан, сахатага бачать у разных частках города. Йон вольно гуляет по тротуарах и на проезжей часы. У областной инспекции природооховы пора или при сустрече с лосьом быть уважливым, не чопать живёлу и не прытягивать до себя увагу. Пропонуем и вам поглядеть на эту прогулку у нашей рубрицы на уласное вочи. Дрянные умовы на двор, я прогнозую, циноптики у нашей на пятницу. Очекаются заморозки от нуля до минус трех градусов. Ветер слабый, без опадков. Температурный фон у день плюс 15, плюс 20 градусов. Самые актуальные новины в области на нашем сайте и в телеграм-канале Беларусь, Шатыры, Могилёв. Долучайтесь. А так само глядите нас у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь. Жадаю вам доброго здоровья. До встречи.